всем привет меня зовут вика давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин кому вы очень нужны как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и смотрим каких энергиях вы пребываете у вас знаете стоят на кону вот уже на пороге судьбоносные перемены вот вы входите в белую светлую свою полосу вашей жизни вы еще этого сполна не осознали потому что у некоторых еще может проигрываться что не до конца решенные проблемы некоторые не до конца зажитые раны опять же это все связано с женщиной женщина которая подарила как очень много счастья так и очень много боли которая сейчас находится на расстоянии из которой вас скорее всего связывает ребенок либо же вы хотели может быть в будущем ребенка от этой женщины опять же вы такой человек знаете вот вы больше активный я не скажу что вы такой прям домосед вам нужно постоянно что-то делать куда-то бежать вы очень ну даже иногда чересчур бываете активным можете несколько дел сразу делать решать какие-то проблемы кстати вы нравитесь женщинам может быть вы не очень это замечаете но они гласного сложат просто подходить почему-то не очень-то решаются это может быть серьезная ваша внешность серьезное выражение лица да вот бывают иногда идет человек и кажется что такой строгий серьезный да разговоришься разнакомишься а он свой простой как пять копеек ну то есть внешность здесь еще может сыграть такую пакостную роль вы очень такой человек который вы скорее живете эмоциями и чувствами на логику вы как бы потом уже включаете вы скорее человек вот души очень такой душевный вы близко принимаете все к сердцу вы очень переживаете но вы этого никогда не покажете об этом знают либо очень близкие ваши друзья либо родственники до на людях вы никогда не покажете что вам плохо тем более что у вас проблемы ну вот не любите вы делиться так по денежкам кстати у вас довольно неплохо проигрывается могут быть непредвиденные какие-то получения денег либо же это может еще быть повышение зарплаты и тому когда отдают долги ну то есть какое-то вот известие именно по деньгам которые вас очень сильно обрадует да вот что вы получили эту денежку которую вы даже может и не ожидали работать вы впахиваете вы впахиваете конечно я не могу сказать что очень много вы зарабатываете ну скорее средний достаток такой но проблем я не вижу никаких финансовых так что можете не переживать так вот единственное что я вижу у вас в жизни то что вас очень сильно огорчает это отсутствие любимой женщины вот вы опять же да уже было такое у нас в раскладе вы истосковались по любви причем по настоящей любви не просто по каким-то отношениям нет вот именно вам хочется любви но вот и вот это разбитое сердце которое опять же у вас было да вот опять же родом из прошлого она вам не дает покоя из-за этого вы не очень-то торопитесь вступать в отношения не может даже проигрываться что вы решили ну как бы сам для себя да что вот не буду больше не жениться не с кем заводить серьезных отношений даже ну устал не хочу больше опять это боль будет опять разочарование ну то есть видите она как-то двояко получается с одной стороны вам грустно и тоскливо что вот нет любимой женщины а тем более что вы очень чувственный человек вы очень эмоциональный человек то вам нужно по зарез просто вам жизнь она необходима женщина да вот женщина именно любимая вы не можете вы чахните без любви но вот эти вот ваши прошлые дела ваши расставания они конечно зря не прошли снова вы у нас выпали императором и новая жизнь начинается у этого императора давайте-ка посмотрим что же за новая жизнь у вас будет какая женщина пришла к нам на расклад который вы очень нужны так что же это за женщина смотрите эта женщина она давно была вам симпатично я не говорю что у вас был с ней роман там интим еще что-то она была вам симпатично однозначно но больше все равно больше она на на вас запала вот как-то вы тогда были еще везде в семье в отношениях вы были заняты эта женщина вас была влюблена хотят вы тоже отмечали так ну и интересная девочка там женщина вы когда-то ее отметили про про себя что она интересная но опять же помимо того что у вас на тот момент были отношения вы не захотели но в такую вот ситуацию треугольника попадать вы не захотели попасть ситуацию когда вас могли но рассекретить что ли да вот если бы вы вступили в отношения в романтику с этой женщиной тогда еще раньше я говорю сейчас о прошлом вы понимаете что в ваша же ну бывшая жена она бы этого не простила если бы она узнала что вы изменили вот вы этого тоже еще побаивались хотя вот эта дамочка она очень так вам тогда тоже понравилось так что же это за дама она тоже пережила развод она пережила очень непростой период в этом вы с ней сходитесь вот она тоже настолько тяжело его переживала даже может какой-то период знаете и было вообще не думающий недоотношений она тоже решила в какой-то момент вообще не заводить ни романов ничего настолько вот ну хотелось ей побыть одной и вообще ни с кем не пересекаться она очень интересная она моложе вас скорее всего будет брюнетка но очень такая знаете вот она по виду ну кажется такая серьезная неприступная но опять же это по виду внешне некоторые мужчины боятся таких женщин потому что думают что вот она или злюка такая строгая серьезная да вот не подходи убью да вот как на щите с электричеством ну то есть смотрите интригу я немножечко держу вам где вы с ней знакомились где вы с ней общались каждый будет думать свою ситуацию вспоминать но опять же она моложе вас отмечаете вспоминаете да у вас была взаимная симпатия но вы даже нравились ей больше так что еще это за женщина однозначно на тоже разрыв развод пережила она очень такая еще острая на язык такой колкий язычок она может из-за себя постоять она может отбрить ну то есть палец в рот не клади за себя она точно постоит умеет она манипулировать вот если ей что-то надо она сто процентов своего добьется но добьется очень мягко мягко очень женственно очень продумано так что же что же будет у вас не либо же не будет смотрите что проигрывается вы тогда и понравились очень давно да когда вот вы общались но она особо не действовала потому что она знала что у вас была вот другая да вот жена ваша либо подруга ну то есть вы были в отношениях она ничего не делала она просто вот как говорят молча плакала в подушку очень страдала очень переживала что она не может с вами завязать отношения она допускала мысль что вот если вы когда-нибудь разойдетесь там разведетесь расстанетесь тогда она попробует вот с вами как-то вот наладить более тесный контакт у нее есть ну подружки не подружки может быть сестры коллеги да которые вот ей подсказывают что подожди выжди вот у нее есть как бы такие свои советчицы которые направляют ее по жизни она очень часто советуется со своими вот этими подружками приятельницами вот у них есть такой как бы девичник такой периодически собирается и они советуются каждая рассказывает о своих каких-то приключениях о своих желаниях хотел как и они вот как бы взаимно до приходят каким-то знаменателям что-то советуют кто-то из личного опыта советуют в общем она такая дама знаете вот я не могу сказать что она в наглую полезет несмотря на то что у нее острый язычок что она такая вот своего добьется но вот с мужчинами она в наглую не полезет плюс еще ко всему вот этот мужчина который у нее был который был раньше еще до с которым у нее был тяжелый разрыв мужчина был ну такой сродни диктатору мужчина который но вселил какой-то даже страх страх по ну в отношении к мужчинам она не может от этого избавиться и какой-то период еще у нее будет вот этот страх она побаивается какой-то вот мужской резкости она побаивается рукоприкладство потому что ну я не исключаю что там в отношениях было и мужское рукоприкладство она побаивается что вообще мужчина ее может отшить но не зря говорят что вот после разрывов болезненных особенно очень часто остается такой осадок у некоторых даже до конца жизни он остается поэтому вот эти вот все скандалы разводы они просто так и легко они никогда не проходят кому-то легче становится раньше кому-то позже кто-то осадок несет до конца дней своих и потом проблемы в следующих отношениях бывают поэтому на самом деле это очень такая серьезная больная тема многих людей вот эта женщина вот она этот осадок от тех своих прежних отношений которые казалось бы были давно но вот она еще несет этот осадок и на очень боится быть навязчивой она боится быть отвергнутой вами отвергнутой да вот она не проявляется хотя на самом деле она очень скучает за вами она вас не забыла она до сих пор вами интересуется она мониторит ну как бы так следить слегонца за вами она спрашивает о вас общих знакомых она очень сильно хочет с вами встретиться уже как пара до начать отношения в паре давайте-ка посмотрим будет ли у вас что-то с ней или нет вот она почему-то считает что вот знать она узнает что вы остались без своей женщины без жены остались вот есть люди которые ей рассказывают может быть общие знакомые какие-то у вас есть да вот она узнает но почему-то вот она думает что у вас много поклонниц либо же у вас сейчас вот начнется большой выбор женщин вот вы остались холостяком и вы на нее не посмотрите вот несмотря на то что она с одной стороны вроде бы и уверенная в себе такая вся с другой стороны вот есть некоторые страхи даже комплекса я бы это назвала что она боится быть отвергнутой она боится что она будет хуже других женщин для вас хуже да что вокруг все такие красотки а вот вы на нее не посмотрите вот это ее конечно стопорит очень сильно она бы могла быстрее и раньше проявиться к вам сделать шаг ну вот она очень сильно побаивается так давайте-ка посмотрим все таки к чему же все идет кардинальные перемены будут страха выше крыши у вас будет шанс вот скажу коротко у вас будет шанс на любовь с этой женщиной я даже не буду вот все равно буду держать интригу иногда я люблю вас поинтриговать будут кардинальные перемены я не скажу как вы пересечетесь да кто сделает первый шаг но у вас будет шанс с ней вступить в отношения не просто зароманить а именно вступить в отношения будет судьбоносный шанс шанс на любовь если вы воспользуетесь этим шансом у вас все получится у вас будут серьезные отношения у вас будет большая взаимная любовь и все будет просто зажигательно а если же вы упустите ну тогда вы упустите этот шанс на любовь именно с этой женщины поэтому смотрите будьте бдительны внимательно подумайте да по мониторте кто это может быть женщина которая которая ну вам может подарить реально много счастья много счастья потому что но влюбленная женщина это знаете своего рода ну как покорная такая ну рабыня я не скажу нет это не подходит сюда но такая же женщина она будет более услужливая она будет влюбленная женщина будет более покладистая она будет она будет ваша да вот она будет в рот заглядывать потому что она влюбленная вот как-то так кому понравился расклад ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и всем пока